Во время Масленичной недели в Музее народной культуры проходят тематические мероприятия. Сотрудники учреждения в формате гуляний знакомят гостей с обычаями и особенностями этого древнего славянского праздника. Вместе с ними Широкую Масленицу приветствовала Людмила Столярова. Масленица! У нас в России очень любят этот праздник. Почему? Очень много книг. Широкая Масленица или Сырная неделя знаменует собой начало весны и предваряет Великий пост. Каждый из семи дней имеет свое название и традиции. Так в понедельник народ встречал праздник и начинал печь блины, а вторник называли «Заигрыш» и посвящали молодежи. В этот день начинали выходить на улицу, делали чучело, играли в народные игры. Среда называли «Лакомка». В этот день пекли очень много разнообразных блинов. Широкий перелом наступал в четверг. Его еще называли «Разгуляй». В этот день проводили кулачные бои, катания на санках, веселые хороводы и песнопения. А в пятницу зятья приглашали тещу в свой дом и угощали вкусными блинами. Теща должна была заранее принести все ингидиенты для блинов, чтобы их испечь, и вплоть до сковороды. В субботу это была заловки на посиделке. В этот день приглашали невестки своих заловок и тоже угощали. Показывали, какая она хозяйка, какая она мастерица. Кульминация праздника – целовальник или прощенное воскресенье. В этот день прощались зимой, просили прощения друг у друга и провожали масленицу, символично сжигая ее чучело. Причем в каждом регионе это делали по-своему. Во многих селах делали вместо чучела, как мы видим на сцене у нас, делали соломиного козла. И его сжигали, вместе с ним сжигали старые вещи. Если человек болел в течение года, то могли и сжечь ту одежду, в которой он болел. Еще в этот день делали соломенные колеса, соломы обматывали колесо и катали с гор, как бы грели землю, чтобы поскорее пришла весна теплая. Музей народной культуры в период масленицы регулярно проводит такие тематические мероприятия. Гостями театрализованных праздников становятся иностранцы, учащиеся школ и все те, кто интересуется традициями русского народа. Я помню традиции России, песни играли, они играли раньше. Это очень понравилось мне. В нашей стране нет этой традиции. Узнали русские традиции. Что понравилось? Мне очень понравилось этот праздник. Я люблю это, потому что в моей стране не это праздник. Сейчас это очень-очень важно. Люди обращают внимание на свои корни, стараются понять свое отечественное. Ну и мы всех приглашаем в наш музей, чтобы мы смогли помочь вам это сделать и вспомнить свое прошлое и взять из него лучшее для будущего. Также музей приглашает белгородцев посетить постоянную выставку «Уездный город», тематические мастер-классы по изготовлению народной куклы и зимнюю экспозицию из фондов РосИЗО. Людмила Столярова, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.